Еще один шаг в цифровое будущее. Ненецкая компания электросвязи запустила автоматическую передачу показаний со счетчиков вода, газа, энерго- и теплоснабжения. Информация с приборов учета поступает в специальную программу. Алина Ваучейская расскажет подробнее. Новую технологию специалисты Ненецкой компании электросвязи запустили еще 9 месяцев назад. В тестовом режиме оборудование установили в нескольких учреждениях окружной столицы, поселка Искателей и деревни Андик. Мы поставили вот такую умную штучку, которая подключена к этому счетчику с импульсного входа и он по радиоканалу передает эти данные ежедневно, допустим в 0 часов, так настроено здесь, на центральную станцию. Центральная станция передает эти данные на сервер и в одном месте у нас собираются данные с более 50 счетчиков по нашему предприятию. Мы, соответственно, видим ежесуточный расход электроэнергии. Эта услуга запущена у нас уже, ну этот сервис запущен в городе Наринмария. Мы покрываем весь город, в том числе поселок Искателей и можем предоставить эту возможность для жителей частных домов, для предприятий, организаций. Вот такой опыт мы уже делаем с четвертой школы. Причем подобными датчиками можно оснастить любые приборы учета, будь то счетчики электро- или теплоэнергии, вода и газоснабжения. Вся информация ежесуточно поступает и хранится в специальной программе. «Суточный архив, вот он пишет, все есть. Это все данные есть. Мы можем спокойно, соответственно, с этим работать. А дальше можно очень легко передать в ПОК-ТС через, допустим, ну как бы специальную, допустим, или программу, там интегратор какой-то есть. Ну просто мы сейчас пока на начальном этапе собираем эти данные для того, чтобы именно отработать аппаратный уровень». Говоря простым языком, подобное оборудование упрощает процесс сбора данных не только потребителям, но и компаниям, поставляющим энергоресурсы. Ведь благодаря новым технологиям появляется возможность мониторинга потребления ресурсов практически в режиме реального времени. «Дальше можно двигаться вперед, анализировать, смотреть, интегрировать с системами учета, передавать там в автоматические. Ну, простой пример – это эти данные попадают, допустим, в базу данных электростанций. Электростанция производит по ним расчеты, выставляет счет. Пользователь, ну или хозяин дома, допустим, там, или, ну да, если говорить о частных домах, хозяин квартиры, заходит в Сбербанк онлайн, вводит свой номер договора, и так как эти системы интегрированы, эти данные сразу попадают в Сбербанк онлайн, и он сразу видит, какую сумму можно заплатить». Установить подобное оборудование можно в любой организации или в частном жилом секторе. Уточнить информацию вы можете в Ненецкой компании электросвязи.